Уважаемые горожане, ну во-первых, мне очень интересно, что вы столь бурно и активно реагируете. Это значит, что вы мне все равно. До этого, ну лично я разрабатывал порядка 26 генеральных планов городов Свердловской области. И только в Нижнем Тагиле у нас на общественное служение было 600 человек в этой среде. Учитывая разницу в размерах между Верхним Пышмой и Нижним Тагилом, у вас интерес к генеральному плану в три раза выше, к примеру. Город Верхний Пышма, несмотря на то, что это маленький 90-тысячный город, чрезвычайно сложен в городостроительном отношении. Это определено целым рядом факторов. Самый первый фактор – планировочная структура города очень раздроблена. Она имеет через полосицу жилых и промышленных территорий, что определено историческим развитием города. Город складывался как система отдельных поселков, которые между собой связывались чрезвычайно плохо. Когда мы сегодня должны сделать какую-то связную планировочную структуру, то чрезвычайно сложное прохождение уличной дорожной сети и чрезвычайно сложное размещение нового жилищного строительства. Второй вопрос – это ограниченность территории. Ваш город практически лишен территорий. Он не может развиваться, выйти из того треугольника, который определяется дорогами. Дороги не могут быть включены в город. Это закон. Таким образом, считайте, что вы живете в таком маленьком треугольном городе, и проблемы города будут решаться только на этих территориях, что опять очень осложняет решение этих вопросов. Если вы посмотрите на конфигурацию территорий районов, то вы увидите, что они чрезвычайно сложные все по своей форме, что говорит о том, что все они сложились в разное время, имеют совершенно разную планировочную структуру, совершенно по-разному трактуются. Следующий вопрос, который чрезвычайно важен – это как развивать строительство. Практически для развития застройки Верхней Пышмы есть только два направления. Первое направление – это поголовный снос малоэтажного жилья. Но, как видите, в генеральном плане этого не сделано. Мы знаем, что жители Верхней Пышмы очень ценят свое усадебное жилье. Но я начинал работать в 1982 году главным архитектором города и беспрерывно приезжал в Верхнюю Пышму разбирать конфликты между жителями из-за межи, где забор должен проходить. Поэтому сохранена полностью Ваша малоэтажная застройка. Альтернатива строительства северного жилого района на завесенных сегодня территориях. В северном жилом районе расположены Ваши огромные зоны коллективных садов. Они также генеральным планом сохранены и не трогаются. То есть жители вправе ими распоряжаться так, как распоряжаются. Рядом предусмотрена территория для размещения индивидуальной жилой застройки. Небольшие территории, но они предусмотрены. Они нужны в основном для того, чтобы скомпенсировать ту малоэтажную застройку, которая попадает под снос в связи со строительством ряда инженерных объектов. Вас, конечно, волнует вопрос сохранения леса, но, как сказали уже, 64 квадратных метра озелененных территорий на одного жителя Верхнего Пышмы сохраняется. Далее я хотел бы отметить, что северный жилой район он предусматривался еще и генеральным планом 1991 года. Так что здесь, в общем-то, ничего принципиально нового нет в постановке этого вопроса. Ну и я хочу обратить ваше внимание, что застройка в лесу, это отнюдь не означает, что приходят мужики с пилами и все спиливают. Ничего подобного. Ну, съездите в город Заречный, посмотрите, где в лесу сформированы прекрасные микрорайоны с прекрасной застройкой и никого не смущает. Ну и, наконец, еще один вопрос, который сегодня недостаточно ярко прозвучал. Ведь сегодня город Верхний Пышма рассматривается как составная часть города Большой Екатеринбург. Соответственно, меняются подходы к этой территории. И северные жилые районы становятся не районами Верхний Пышмы, а районами Большого Екатеринбурга, города с населением 2 миллиона 300 тысяч жителей. Все планировочные вопросы поэтому увязываются. И увеличение числа выходов с территории Верхний Пышмы. Мы предусматриваем дополнительно еще две развязки на Серовскую дорогу. Предусматриваются выходы между районом Малепка и Ключи, которые уйдут в северную часть Екатеринбурга. Поэтому также возникает целый ряд вопросов, которые, может быть, кого-то и не устраивают. Мы рассматривали замечания, которые высказывали жители города. И большое количество этих замечаний учтено. Ну, в частности, в Центральном районе мы предусматривали снос вдоль Кольцевой улицы усадебной застройки, потому что хотели создать нормальную, красивую улицу. Не то, что с одной стороны высокие дома, с другой стороны маленькие дома. Это как кривая застройка. Но вы очень активно говорили, что этого делать не надо. И сегодня это внесено в генеральный план. Никто не покушается на эту застройку. Значит, я хочу обратить ваше внимание. Здесь еще промышленные площадки, перспективные, которые расположены вдоль Серовского тракта. Ну, во-первых, это около химзавода площадка. Она находится в санитарно-защитной зоне от птицефабрики. И она находится в санитарно-защитной зоне от завода химреактивов. Поэтому, как зона отдыха, она не может участвовать ни в балансе, ни в озеленении никак. Но эта территория предусмотрена как резерв. Жизнь покажет. Я хочу обратить ваше внимание, что генеральный план – это 2030-35 год. Что произойдет за это время, это, ну, будем надеяться, что будет происходить все только хорошее. Дальше вас чрезвычайно смущает вопрос размещения общегородского центра на коллективных садах, на подработанных территориях. Ну, подработанные территории под застройку не годятся. А вот на небольших участках, которые там будут исследованы и на них можно строить, там как раз могут разместиться отдельные общественные здания с созданием очень большой парковой зоны. Сохранять здесь коллективные сады – это явно нецелесообразно, потому что сегодня как раз все тяготение центра, все его развитие происходит именно в этой части. Уже коробка оперного театра построена, уже вуз у вас построен, и все сосредотачивается в этой зоне. Я думаю, что это правильное направление развития. Продолжение следует...